10 апреля 1912 года толпы людей собрались на пляже Саутгэмптона, чтобы взглянуть на самый большой и престижный корабль в мире – Титаник. Стоимость самого дорогого билета в салон первого класса составлял 4350 долларов, около 70 тысяч долларов на сегодняшний день. Но не прошло и пяти дней после отплытия, как корабль затонул в Атлантическом океане. Давайте отмотаем назад и вернемся к тому, что на самом деле произошло в туроковой ночи. Капитан хотел установить рекорд скорости для первого рейса корабля и прибыть пораньше. Корабль считался непотопляемым, поэтому он на полной скорости вошел в темные арктические воды. Заметив айсберг размером 30 метров, экипаж отчаянно пытался увести судно в сторону и избежать столкновения. Но Титаник двигался слишком быстро, и айсберг пробил борт корабля, образовав огромную брешь. Это не был непрерывный разрыв, корпус был поврежден в нескольких местах. В общей сложности пострадало около 90 метров корпуса. Проектировщики корабля подготовились к возможному столкновению и добавили водонепроницаемые отсеки с каждой стороны корабля в качестве буферной зоны. Даже если четыре из этих отсеков были бы пробиты, корабль все равно остался бы на плаву. Но айсберг проделал дыры в шести отсеках Титаника. Отсеки не простирались на общую высоту всех палуб и фактически не были запечатаны сверху. Вот почему, когда затопило более четырех отсеков, вода перелилась через верхнюю часть переборок и заполнила остальные отсеки. В результате корабль погрузился в океан. Просто представьте, как наливают воду в формочки для льда. Но что если бы столкновение было лобовым? Корабль все равно бы затонул. Суда проектируют с учетом возможных аварий, и многие корабли имеют противоударные переборки в носовой части. Это как бампер автомобиля. Он нужен для безопасности, чтобы выдержать прямой удар. Носовая часть могла бы принять на себя часть удара, и эксперты предположили, что если бы удар был лобовым, то затопило бы лишь два или четыре водонепроницаемых отсека. Так что теоретически «Титаник» мог бы не затонуть и даже продолжить плавание к пункту назначения с гораздо меньшей скоростью. Удар, скорее всего, был бы очень сильным. И хотя пассажиры получили бы травмы, они смогли бы остаться на борту и ждать, пока их спасут другие корабли, без необходимости лезть в ледяную воду Атлантики. Тем не менее, один из проектировщиков «Титаника» Эдвард Уалдинг предположил, что сила удара, возможно, была не такой большой. Он говорил, что многие едва почувствовали столкновение, и полагал, что корабль не затонул бы, если бы столкнулся с айсбергом лоб в лоб. Корабль был спроектирован с водонепроницаемыми дистанционно управляемыми дверями между отсеками, что должно было защитить от любого потока воды. Но поскольку «Титаник» получил шесть пробоин в результате бокового столкновения, и это произошло так быстро, герметизация дверей не могла ничего изменить, ведь к тому моменту спасти судно было практически невозможно. Корабль начал заливаться водой со скоростью около семи тонн в секунду, что в 15 раз быстрее, чем можно было откачать. И несмотря на громкие заявления, что при лобовом столкновении «Титаник» мог уцелеть, у этой идеи есть слабые места. Прежде всего, передние переборки были спроектированы, чтобы выдержать столкновение с другим кораблем, а не с айсбергом. Если бы столкнулись два корабля, их переборки одинаково поглотили бы часть удара, и, вероятно, оба судна остались бы на плаву. Но айсберг был неподвижен, а значит, именно «Титаник» поглотил большую часть энергии от удара. Если бы «Титаник» ударился передом, то из-за скорости, с которой он двигался, удар, скорее всего, прошел бы по всему корпусу корабля. Просто представьте себе корабль водоизмещением 46 тысяч тонн, движущийся со скоростью около 37 километров в час. Он натыкается на айсберг, вес которого может превышать 100 тысяч тонн. Это столкновение, вероятно, причинило бы судну огромный ущерб. Вполне вероятно, что швы разошлись бы, лестницы рухнули бы вниз, а заклепки разорвались бы по всему кораблю. Потенциально это могло бы таких еще больше отсеков и привести к тому, что «Титаник» затонул бы за считанные минуты, а не часы. И это была в прямом смысле лишь верхушка айсберга, ведь большая часть ледяных глыб обычно скрыта под водой. Так что если бы удар был лобовым, корабль с большой вероятностью сначала бы врезался в подводную часть айсберга и отклонился от курса. Столкновение с айсбергом – это не то же самое, что столкновение с кирпичной стеной. Лед под водой разорвал бы днище судна и повредил борта. Многое зависело бы от формы айсберга. Если бы он был плоским, корабль мог бы остаться на плаву при лобовом столкновении, но айсберги бывают разных размеров и форм – от купола до клина. Исследования стали «Титаника» показали, что тот металл был в 10 раз более хрупким, чем сталь, которая используется сегодня. Корабль был построен до того, как стало понятно, как низкая температура влияет на сталь. Старая сталь, из которой было построено судно, не гнулась при низких температурах, а ломалась. Найденные куски обшивки «Титаника» показывают, что от удара корпус разлетелся в дребезги. Столкновение лоб в лоб привело бы к очень резкой остановке, так что даже если бы корабль и не затонул, все равно возникли бы серьезные проблемы. Если внезапно нажать на тормоза в машине или если автобус резко остановится, когда вы идете по проходу, вас бросит вперед. Пассажиров тоже швырнуло бы через весь корабль, а так как катастрофа произошла ночью, то мало кто смог бы как следует подготовиться к такому удару. Это привело бы к многочисленным травмам. Особенно плохо пришлось бы тем, кто находился в передней части корабля, где располагались помещения для пожарных, смазчиков и инженеров. Но хотя пассажиры и недежурившие члены экипажа, вероятно, были бы выброшены из кровати, выживших все было бы намного больше, чем в оригинальном сценарии. Многие корабли сталкивались лоб в лоб и успешно добирались до берега. Не все знают, что у Титаника было два корабля-побратима. Компания White Star Line, построившая Титаник, также построила суда Британик и Олимпик. Под командованием Эдварда Джона Смита, который позже возглавит Титаник, Олимпик отправился в свой первый рейс в июне 1911 года. Но, как и в случае с Титаником, его ждала катастрофа. Во время своего пятого пассажирского рейса Олимпик столкнулся с британским крейсером Хоук. Олимпик получил повреждения борта, а у крейсера Хоук была сильно повреждена носовая часть. Передняя часть Хоука была полностью раздавлена столкновением, но корабль имел в водонепроницаемые отсеки, и ему удалось благополучно вернуться на берег для ремонта. Другой пример — итальянский океанский лайнер Андреа Дориа, попавший в мировые заголовки в 1956 году. Как и Титаник, Андреа Дориа направлялся в Нью-Йорк. Он выполнял свой 101-й рейс, когда произошла катастрофа. 25 июля судно столкнулось со шведским пассажирским лайнером Стокгольм длиной 160 метров. Стокгольм врезался носом, а Андреа Дориа получил повреждение борта. Передняя часть Стокгольма была полностью разбита, но, поскольку удар пришелся по корпусу, судно уцелело. А вот лайнер Андреа Дориа, к сожалению, затонул. Все эти случаи говорят о том, что, возможно, Титаник мог бы и уцелеть, если бы столкнулся с айсбергом лоб в лоб. Но нужно помнить, что Титаник врезался в айсберг на полной скорости, в то время как Олимпик и Андреа Дориа двигались медленнее.